Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ARSTYLE. Давненько, давненько, я не слышал уж, наверное, года полтора о компании HiScreen. Это российская компания, производящая телефоны. Если кто помнит, был такой телефон HiScreen Power 5 Max. У него была большая по тем временам огромная батарейка и он чудовищно долго работал от нее. Он был достаточно популярный. Спустя время вышел его приемник HiScreen Power 5 Max 2. Именно он у меня в руках, да не только он, а три телефона. Сразу скажу, что один из них я разыграю, поэтому досмотрите это видео до конца, узнайте все об этом телефоне и примите участие. В этот раз участие может принять любой желающий, но я всю информацию напишу под видео. Разыгрываться будет телефон с объемом памяти 64 гигабайта, обладающий к тому же еще беспроводной, быстрой, встроенной зарядкой. Но давайте подробно. И начнем подробно, но коротко об этих телефонах, об этом телефоне, о цветовой гамме и чем они отличаются. На самом деле все просто. Черный цвет, коричневый и синий. Они выглядят на мой взгляд классно. Мне действительно понравился особенно синий цвет, потому что черных много, коричневых не так много, но синий он какой-то такой приятный. Не знаю, согласитесь со мной или нет, но мне понравился. И самое, что их объединяет, главное, независимо от того, 3 гигабайта оперативный или 32 встроенный, или 4 оперативный и 64 встроенный. Именно столько, 2 разновидностей телефона выпускается. Крышка шершавая, эффект наждака. Она реально очень сильно шершавая и держит, когда телефон в руке, он из нее не выскальзывает на всех цветах. Кроме того, очень важно понимать, за что вы переплачиваете, если покупаете 64 гигабайта. Там не только проводная зарядка, быстрая. В комплекте идет уже адаптер питания с быстрой зарядкой на все версии телефона. Но и в версии на 64 гигабайта есть беспроводной модуль зарядки. То есть докупаете быструю беспроводную зарядку и заряжаете без проводов в версии 4.64. В остальном отличия между версиями 3.32 и 64 нет. Модуль NFC есть в обоих. Поэтому эти два красивых телефона мы откладываем. Тот телефон, который я держу в руках в версии 4 на 64, я обязательно разыграю, поэтому смотрите видео, в процессе все расскажу. Сам телефон обладает металлической рамой, крепкой металлической рамой, в которой все, в принципе, более-менее стандартно. Кнопка включения и кнопка громкости под большой палец правой руки. Сверху у нас есть лоточек для двух сим-карт, либо вместо второй можно использовать карту памяти microSD до 128 гигабайт. Сверху на торце сразу над камерой дополнительный микрофон и снизу у нас россыпь разъема. Стерео здесь нет, здесь только один динамик, но достаточно громкий. И необычно расположены USB и разъем для наушников. USB чуть сдвинут в сторону, обычно он ровно посередине телефона на нижнем торце. И он, кстати, еще только microUSB, не Type-C, а microUSB. И разъем для наушников стандартный 3,5 мм. Больше ничего особенного в корпусе нету. Задняя крышка, как я уже упоминал и похвалил, она действительно шершавая, кроме того особо отмечу. Знаете, телефон по характеристикам весит 220 грамм, я проверил, действительно это столько. Но он не чувствуется каким-то дико тяжелым, мне по крайней мере, я даже удивился, 220. Но держишь в руке и не могу сказать, что он огромный и громоздкий. Притом, как видите, у него и рамочки сверху и снизу большоваты, притом никаких монобровий. Но все равно не выглядит каким-то суперогромным. На обратной стороне большая надпись High Screen, сканер отпечатка пальцев, сдвоенная камера для эффекта боке 16 плюс 8 и вспышка. Единственное, что мне во всем этом не понравилось, а от вас я это утаивать не буду, если на телефон сильно надавить двумя пальцами в центр экрана, то экран немножко прогибается. Притом, это на всех телефонах, у меня их три. Это я от вас не утаиваю. Но на этом телефоне я играл PUBG Mobile, соответственно, катку проверил, основной на нагрев я это делаю всегда, каждый раз на всех телефонах. Проблем это не вызывает, но такая штука здесь есть. В остальном телефон крепкий, телефон хороший и, ну, имею в виду, что я даже проверяю телефон вот так вот на скручивание все, которые делаю, просто об этом не рассказываю. Больше никаких проблем с ним я не обнаружил. Сверху у нас динамик и микрофон снизу. Меня часто спрашиваете качество связи, я об этом не рассказываю по умолчанию, потому что оно везде хорошее. Этот телефон не исключение. Не обделен телефон и индикатором уведомлений красного цвета о пропущенных вызовах, смсках, ватсап и так далее. Сам экран 599, почти 6 дюймов, 260 на 1080 пикселей, это дает 403 пикселя на дюйм. Технология экрана IPS. Экран вытянутый, как во всех современных телефонах, 18 на 9, широкоформатный. Никаких монобровей, никаких вырезов, фронтальная камера здесь сверху. Сам экран, учитывая не очень высокую цену, наверное, придираться не хочется. В плюсах могу отметить, это достаточно высокий уровень яркости, яркость прям вот реально высокая. Экран очень яркий. Минусах, как таковых, наверное, нет. Единственное, хочется поиграться с настройкой цветовой температуры, немножко прибавить контраста, яркости, цветности. Благо, такая возможность существует, здесь есть MiroVision. Фишка, которую я очень давно в телефонах уже не встречал, можно с ней поиграться, экран настроить под себя чуть лучше. Оболочка здесь Android 8.1. Те несколько дней, что у меня телефон прилетел, обновление. Обновление было по-русски, все написано, локализовано, все, естественно. Обновление улучшило качество Bluetooth. И обновление, надеюсь, прилетать дальше и буду. Сама оболочка чистая, в ней нет ничего лишнего. При желании можете поставить все программы, которые вам нужны. Так называемый чистый или голый Android. Работает все это на Helio P23, процессор, который мне уже хорошо знаком. Набирает в Antutu он не так много, 84-85 тысяч очков. Это немного. PUBG Mobile и World of Tank, конечно, нужно ставить на минимальные настройки. Я играл в эти игры и процессор мне знаком. Видеопроцессор Mali-G71 двухъядерный и либо 3, либо 4 гигабайта оперативной памяти. То есть чудес каких-то нет, но самое главное, если вы его не для игрушек берете, то в интерфейсе он быстрый, приложение открывает быстро, в тормозах не замечен. Все вполне нормально. Вполне нормально для уровня телефона своей цены. Модули не все, о котором я уже говорил, есть в обоих версиях и 3.32 и 4.64. Есть GPS, есть GLONASS модуль. Правда, потребовалось аж 2 минуты, чтобы он поймал спутники и устойчиво взял их в работу. Возможно, металлическая рама чуть экранирует его. Есть FM-радиоприемник, что редкость в наше время. И настало время поговорить о батарее, потому что кроме модуля NFC для многих это очень важно. Батарея действительно 5000 мАч. Я проверил, запустил видеофайл, который я давно уже много лет запускаю на телефоне тестовый. Показал результат выше среднего, разумеется. Для большого 6-дюймового экрана больше 10 часов видео на максимальной яркости. Это крутой показатель для IPS дисплея. Здесь больше 10 часов крутят. Это много. А так, если сильно его не мучить, то, конечно, у вас и двое суток, и трое суток вытянуть из него можно. Медиатеки давно уже не те медиатеки, что были там 3-4 года назад. Они сейчас хорошо работают. И с... да совсем хорошо работают. Камеры. Последнее, о чем хочется рассказать. Они не удивили, но и нельзя сказать, чтобы сильно меня прям разочаровали. Наверное, фронталочка только немножко разочаровала. Каких-то выдающихся снимков вы не добьетесь с этого телефона. Но, опять же, он не этим берет. А с основной камеры все более-менее. Есть примеры и ночных фотографий, есть примеры и дневных фотографий, есть примеры видеозаписи. Для тех, кому интересно, ссылка будет под этим видео. Пожалуйста, смотрите, оценивайте сами оригиналы. Есть эффект боке, разумеется, для размытия заднего фона. Итак, что же у нас получается по факту? Телефон получился не таким громоздким и большим, как я ожидал. Его приятно держать в руке. Здесь есть модуль NFC версии 4.64. Есть беспроводная зарядка. Быстрая проводная зарядка есть и младшей, и старшей версии. Красивые достаточно цвета, но если для вас это важно, но, повторюсь, мне нравится крышка вот этого синего телефона. Мне, действительно, она приглянулась приятная. Нет ничего лишнего. Все решать вам, опять же. За него просят не такие огромные деньги. Посмотрите цену по ссылке под этим видео. Я оставляю в фирменном интернет-магазине Highscreen HS Store ссылку на 3.32 и 4.64. И, опять же, смотрите, примеры фотографий оригинала. И теперь конкурс. Пожалуйста, почитайте полное описание под видео. Все очень просто. Я готов сам именно вот этот телефон черного цвета 4.64 разыграть. И я это сейчас делаю. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно поставить лайк этому видео и оставить один единственный комментарий здесь на YouTube под видео. Один комментарий напишите. Желательно укажите там способ связи. Может быть, это профиль ВКонтакте или в Фейсбуке. Может быть, просто почта. Либо тогда ждите. Я напишу под видео, когда будут результаты. Случайным образом я выберу один комментарий и готов отправить своими силами этот телефон по России. По всей России. Отнеситесь с пониманием. Если вы из другой страны, то готовьтесь оплатить доставку. Либо, если у вас есть знакомые в России, то я готов им отправить этот телефон. То есть, совершенно бесплатно. Никаких репостов ВКонтакте. Ничего не нужно. Один комментарий от вас. Один лайк. И оставьте комментарий, желательно ссылку, как вас найти. Либо смотрите обязательно. Если вы выиграете и в течение недели, ну ладно, 10 дней на связь не выйдете, мне придется сделать заново результаты конкурса. Поэтому ждите. Результаты конкурса будут опубликованы в группе ВКонтакте Арстайл. Ссылка на эту группу будет под видео. Все очень просто. Поэтому всем удачи. Ну и, как всегда, желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова